Здравствуйте, друзья! Рады вас приветствовать на нашем канале Творческая Семья. Сегодня я буду делать тропический цветок Этлингера. Я увидела его в интернете на фотографии, и мне он так понравился, поэтому я решила его сделать. Вот я буду вот такой делать, третий такой цветочек сделаю. Вот такая шишечка сверху, лепесточки загнутые, конечно немножко добавила своего, все не повторишь как в природе, но вот такой цветочек у меня получился объемный, красивый. У него такой бутон большой, продолжается вот так. Можно даже в интернете посмотреть, как этот цветок выглядит. Вот такой объемный, красивый, экзотический цветок. Сначала я сделала вот такой. Это листики, я делала 4 листика. Взяла три оси на трех. Но мне показалось, что он мало похож на природный, хотя юбочка мне очень понравилась. Такая форма листика. Потом я думала, думала. Вверх одинаково, только вот юбочка на трех осях 4 листика сделала. Потом все-таки передела на отдельные лепесточки. Буду делать розовые. Бисер номер 10. Весь бисер номер 10. Проволочка будет меняться где-то тройка, где-то четверка, где-то пятерка. Я буду говорить, рассказывать об этом. Приступим. Проволочка нужна для стебля более такая жесткая, потому что цветок такой красивый. Можно делать один цветок, и это уже красиво смотрится. Очень красиво смотрится. Не надо букет. Можно даже и один такой цветок от лингеры сделать, и уже красиво смотрится. И в горшочке, и в вазочке будет очень красиво смотрится. Приступим. Я взяла здесь четверку пожестче, проволочку. И делаю 9 петель. 21 бисеринка и петелька. Вот такая юбочка у меня получилась. Для серединки цветочка нам нужно 3 петельки по 17 бисеринок. Взяла уже провод номер 3. Делаю петельку. И сразу зажимаю я их вместе. Будет серединка. Начало цветочка из 3 петелек. Теперь берем красный бисер номер 10. Проволок на данных листиках может быть тройка. Отсчитываю я 5 бисеринок. Делаю петельку. Здесь я расскажу, кто никогда такие листики не делал. Главное не делать скрутку большие ножки. Если большая ножка, я тут 2-3 раза стараюсь и проволочку наверх. Если большая ножка, то и круги будут такие более дырчатые. Это все зависит от скрутки. Сколько раз скрутили. Скрутите меньше, значит и второй ряд очень близко пойдет к первому ряду. Скрутите длиннее ножку, то вот так с дырочкой пойдет. Поэтому 2-3 раза и проволочку поднимаем наверх, чтобы листик у нас был более закрытым. Вот я набрала 5 бисеринок и делаю оборот вокруг вот этой петельки. Такой оборот я сделала. И тоже надо постараться скрутить двумя оборотами хотя бы. Или тремя. Но очень близко надо. Раз, два. Это для тех, кто никогда круглые листики не делал. Подтянула наверх и оставляю проволочку на третий круг. Будет еще третий круг серебристый, поэтому я оставляю. Теперь берем 7 бисеринок. 5, 7. Делаем снова петельку. Здесь можно проволоку номер 3. Двумя оборотами. И делаем круг вокруг петельки. Складываю. Смотрю, чтобы меньше пространства пустого было. Получается вот такая двойная петелька. И тоже оставляю проволочку для серебряного бисера. Третий круг серебряный. Можно одного размера делать. Или четверки, или пятерки. Центральный первый круг. Не обязательно их разные делать. Тоже как захотите. И делаем третий круг. Теперь уже закручиваем ножку. Листики у нас круглые готовы. Маленьких можно 8-10 сделать. И больших 10 я делала. Сейчас я сделаю красные петельки. Вот они дальше как бы соцветия продолжаются. Листики наверное раскрываются они потом. Живем этот цветок не видела. Только на фотографии. Поэтому здесь еще сделала петельки. Такие красненькие. Сейчас покажу как я их делаю. Все делается легко. Очень легко. Беру двадцать одну бисеринку. И делаю петельку. Можно цвета менять. Светло-красные, темные, розовые. Вот эти петельки. И здесь играть цветами. Вот тут я даже делала розовые. Вот эти маленькие. Здесь сделала красные. Красненькие. А здесь я делала того же цвета как и листики. Стук девять я делаю. Десять вот таких. Я взяла розовый бисер. Девять бисеринок на центральную ось. Девять бисеринок. И делаем две пары дук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот таких восемь. Я их сразу складываю по парам. Смотрю, чтобы вот эти концы у меня были одинаковые. Не по низу я примерю, а по верхушкам. Чтобы вот здесь у меня было одинаковое расстояние. Высота листика. И просто скручиваю вместе по парам. Вот такие листики. Я взяла один из бисеринок для большого листика. На центральную ось. И делаю две пары дук. Две пары дук я сделала. Заостренный вверх у меня. Оставляю проволоку. И делаю третью пару розовым бисером ободки. Чтобы листики у меня не сливались. Хотя и в природе на фотографии я видела, что вот эти ободки светлые розовые. Где-то беленькие, где-то розовые. Мне так он понравился, что я решила его сделать. Кто любит эпизодику, сделайте вот такой цветок. И только у вас будет такой цветок. Вот такой листик получился. Вот таких надо 10 штук. 10 лепесточков. Теперь делаем самый большой листик. Я беру двадцать одну бисеринку. И делаю две пары дук. Проводка номер четыре. Проводка номер четыре. Пять листиков. Берем два листика больших с розовыми ботками. Складываем вместе. Смотрим, чтобы верхушки были одинаковые у нас. Именно верхушки. Соединяем и скручиваем. Берем вот этот большой листик. Вниз подкладываем, но не к самой проволочке. Пусть немножко проволочка вот так повыше будет. Вот так. Вот так примерно. Буквально там миллиметр два-три. Я складываю их вместе и прикручиваю уже третий листик. Вот этот большой. Немножко я вот подальше, чтобы они не мешали друг другу. Получились у меня такие листики. Такой тройной листик. Потом я буду вот так закручивать. Но сейчас я не буду это делать, чтобы не мешало мне при сборке. Вот такие листики у меня получились. Вот пять. Пять тройных листиков у меня. Я их собрала, чтобы быстрее их прикручивать. Удобнее было бы. И скрутки меньше было бы. Теперь коричневые листики осталось сделать. 30 бисеринок я беру коричневых. На центральную ось. И делаю две пары дуг. Проволока номер пять у меня. Номер пять проволока я взяла. Таких надо четыре листика. Я брала светлый бисер и темный. Потому что я буду делать большой-большой букет. Или посажу. Посмотрим. Придумаю что-нибудь. Хотя вот один цветок тоже уже шикарно выглядит. Буду чередовать светлость с темным бисером коричневым. Теперь начнем собирать цветочек. Берем серединку. Начинаем с маленьких листиков. Навстречу листика. И теперь все по кругу. Сначала продолжаю маленькие. Потом большие. По кругу. Вот так прикладываю. Можно выше-ниже. От этого будет зависеть на сколько у вас будет. Какой величины будет это соцветие. Все листики по кругу. Продолжение следует... Что же Beginning? День Родин. Продолжение следует... Какая величины очистит. Восторг по кругу. Продолжение следует... По кругу. По кругу. По кругу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!